Мы уже должны быть в прямом эфире. Церика, давайте громкими-громкими аплодисментами пригласим нашу аудиторию. Спасибо всем еще раз за то, что вы к нам присоединяетесь в этот воскресный день. Это прямое включение, прямой эфир из Церкви Христианской Веры. Здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния. Сегодня мы на двух спутниках одновременно, поэтому я воспользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность и благодарность руководству, в первую очередь, телеканала «Импакт» здесь, на территории Америки. Мы от западного побережья до восточного, от северных границ до южных пределов, телеканала «Импакт» в 12.30 по тихоокеанскому времени, в 3.30 по восточному времени. Поэтому, если вы принимаете нас, принимаете наш сигнал, огромнейшая вам благодарность за то, что вы становитесь частью нашего служения. Каждый воскресный день мы приходим к вам, в ваши дома, чтобы преломить вместе с вами духовный хлеб и поговорить о вещах, которые будоражат сердце Бога и о вещах, которые должны будоражить наше сердце в равной мере и с целью того, чтобы быть измененным, преображенным в его именно образ и его подобие. Сегодня в равной мере мы на телеканале ТБН, поэтому Центральный Европейский Пояс 21.30, Киевское Время 22.30, Московское Время 23.30. Повторюсь еще раз, это прямой сигнал из Церкви Христианской Веры. В равной мере огромнейшая благодарность руководству телеканала ТБН за предоставленную возможность быть вместе с вами. С вами для нас это действительно, действительно большая честь. Следующих полчаса вы будете видеть на своем экране номер телефона, это номер голосовой почты. Если у вас есть нужда и вы бы хотели, чтобы мы за вас помолились, мы охотно это сделаем. Можете позвонить нам, оставить сообщение или написать нам в равной мере адрес электронной почты будет на вашем экране. Должно говориться, что мы ограничены временем, будем в прямом эфире и на импакте, и на ТБН всего лишь полчаса. Но если проповедь продолжится, вы всегда можете смотреть нас на нашем YouTube-канале Christian Faith Now. Christian Faith Now. Поощряем вас подписаться на наш канал. Вы всегда будете получать сообщения о том, когда мы выходим в прямой эфир и в равной мере доступ к очень большому-большому архиву наших воскресных богослужений. В моем лице и также наших гостей, которые служат здесь в церкви христианской веры. Церкви я буду еще раз просить, чтобы громкими-громкими аплодисментами мы пригласили нашу аудиторию. Я бы хотел сегодня говорить с вами на тему, могу ли я, можем ли мы, можем ли мы, имеем ли мы право что-то у Бога требовать. Не звучит ли это как-то заносчиво? Не звучит ли это как-то вызывающе? Я потребовал у Бога, или я имею право требовать что-то у Бога. Имеем ли мы право требовать что-то у Бога? Это не мой главный стих Писания, но я его процитирую. Вы можете найти его в книге пророка Исаии в 49 главе. И вторая половина четвертого стиха звучит так. Вы не обязательно должны открывать, но от него мы оттолкнемся. Но мое право у Бога, это Исаия 49, 4, но мое право у Бога, и награда моя у Бога моего. Вне всякого сомнения, у тебя и у меня, у каждого из нас есть право. У нас есть право на свободу, у нас есть право на здоровье. Негромко сказано, у нас есть право на успех. Но есть ли у меня право, есть ли у нас право потребовать что-то у Бога? Можем ли мы на страницах Священного Писания найти основание, что я, как последователи Иисуса Христа, рожденный свыше человека, человек, которого омыла драгоценная кровь Господа Иисуса Христа, «Правильно ли это? Мне что-то у Бога требовать? Имею ли я право что-то у Него запросить?» В этом случае мы открываем Евангелие Луки, 9 главу. Евангелие Луки, 9 глава. И мы прочитаем с вами 11 стих. Евангелие Луки, 9 глава, 11 текст. Но народ, узнав, пошел за Ним. Народ узнал о чем? Предыдущий стих открывает нам картину. В 10 мы читаем Луки 9, 10. «Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали. И Он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидаю». Христос захотел побыть с учениками наедине. Он в этой же 9 главе посылает их, ну в хорошем смысле этого слова. Посылает их подвал, наделяет их властью. Идите, проповедуйте Евангелие. Больных исцеляйте. «Изгоняйте бесов, прокаженных очищайте, и в какой бы город вы ни пришли, скажите им, Царствие Божье здесь!» И они пошли и сделали то, что Христос им повелел. Больных исцеляли, прокаженных очищали, бесов изгоняли, больных мазали маслом. Масса свидетельств возвращаются к Иисусу, говорят, «Иисус работает!» Иисус говорит, «Нам надо уединиться». Вот я так подозреваю, что есть свидетельства для публичных собраний, а есть свидетельства для собраний закрытых, не слишком многолюдных. И Христос говорит, «Давайте пойдем в отдельное место, в уединев, в пустынное место». Во-первых, вам надо отдохнуть немного, потому что миссия изматывает. Она изматывает духовно, она изматывает эмоционально, она изматывает физически. Вы должны отдохнуть. И вот когда будем отдыхать в том пустынном месте, расскажите мне. Но народ узнал. Вот так всегда было, и веками это не менее. Народ узнал. Кто-то проговорил. Я слышал, Христос говорил своим ученикам. В социал-мидию все это поставили, вот современным языком выражаясь. И там, где Христос хотел уединиться с учениками, укрыться от всех, в месте пустынном, вдруг пустынное место уже не пустынное. Ландшафт тот же самый, но заполнено все людьми. Если смотреть в английский перевод, используется слово «множество». Даже используется слово «множество» в множественном числе. То есть множество-множество последовали за ним. Куда? В это пустынное место. В любой другой день никто бы не пошел. В любой другой день никто бы не посмотрел. Но вы знаете, там, где Христос, пустыня не пустыня. Там, где Христос всегда хорошо. Там, где Христос, цветут сады. Там, где Христос все благоухает. Поэтому людям, жаждущим Его, окружение не смущало. Они пошли за ними в пустынное место. Так вот, это множество-множество окружает Христа. И опять в английском переводе использовано слово «они последовали за ним». Множество последовали за ним. Если можно, визуально представьте себе, Христос, который хотел провести время со своими учениками, вдруг окружен не просто множеством, а множеством-множеством. И Он принял их. И когда Он принял их, Он беседовал с ними о царстве. Наверное, Он говорил, «Знаете, что произошло с моими учениками?» «Я дал им власть. Я их по два послал во всякий город, куда сам хотел идти». Они больных исцеляли. Они одержимых. Они изгоняли бесов. Они прокаженных очищали. Они больных мазали маслом. Они провозглашали, что Царствие Божие здесь и Царствие Божие сейчас. Он говорил с множеством о Царстве Божьем. Но были люди из этого множества. Мы не знаем, сколько много их было, но в этом множестве, следите за мной, в этом множестве, которое пошло за Христом, даже в пустынное место, среди этого множества, не знаем, как много их было, но была группа, о которых написано следующее. «И требовавших исцеления, Он исцелял». Еще раз, Луки 9, 11. «Но народ узнал, пошел за Ним, и Он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления». А как это? «И требовавших исцеления Он исцелял». Что они делали? Как можно потребовать у Бога? Возвысить голос? Как можно потребовать у Бога? Ударить по столу? Как можно потребовать у Бога? Что надо сделать, если что-то можно сделать? Чтобы сделать запрос в сферу Духа. Потому что множество последовало, множество-множество последовало за Ним, и из этого множества была группа людей, которые требовали у Него исцеления, и тех, которые требовали, Библия говорит, Христос исцелил. Не некоторых, но и всех, кто потребовал, все были исцелены. Дамы и господа, братья и сестры, я хочу предложить вам сегодня, что в этом мире очень много последователей Иисуса Христа. Как тогда, так и сегодня. Толпы идут за Ним. Нет, это не наша задача. Пренебрежительно, тем более, осудительно смотреть на кого-то и делать анализ, как они следуют за Ним. С каждым Бог разберется. Мы служим такому Богу, который может разобраться с каждым в отдельности. Это не мое дело осуждать чужого раба. Мое послание сегодня сводится вот к чему. Будем ли из всего множества, множеств, которые следуют за Ним, кстати, в отношении следования за Ним, Христос говорит, потрясающий стих Писания, это Иоанна 12 глава, Христос говорит, кто мне служит? Мне, да, последует. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Само по себе следование за Ним, это очень благородно, это очень возвышенно. Мы с вами названы последователями, мы с вами названы учениками Господа нашего Иисуса Христа. Но вызов, который я сегодня хочу озвучить для этого собрания, «Будем ли мы маленькой или большой, но группой людей, которая из всего множества открыла для себя секрет, как мы можем потребовать что-то у Бога? Есть ли у меня право потребовать что-то у Него? и чем, и кем это право защищено? А моя аксиома, и многие из вас уже знают, если вы слышите ее первый раз, я буду рекомендовать его, чтобы вы записали. Или, во всяком случае, запомнили, если вы присоединяетесь к нам в своих домах. Я говорил много раз, и это собрание слышало об этом много раз. Есть вещи, их много, без которых мы можем угодить Богу. Но есть вещь, она одна, без которой мы Богу угодить не можем. Потому что Библия говорит в послании к евреям, в 11 главе, что без веры угодить Богу невозможно. Я повторяю, Богу можно угодить без многих вещей, но Ему невозможно угодить без веры. Так вот, вера делает запрос. Вера делает запрос в духовном мире. Множество следовало за ним в Луки, в 9 главе, в 11 стихе, но далеко не все из этого множества сделали запрос в духовный мир на свое исцеление. Но те, которые сделали запрос в духовный мир, все были исцелены. И на этом собрании, и не только на этом собрании, я хочу поощрять себя, я хочу поощрять каждого из вас, чтобы мы не просто были за ним следующими, и за ним мы следуем, но чтобы из среды следующих за ним мы были людьми, которые научились делать запрос в сфере Духа. Потому что Писание дает нам все основания для того, чтобы и ты, и я, и все мы вместе делали запрос в сфере Духа на свое здоровье, на свое преуспевание, на свое исцеление, на сверхъестественное божественное обеспечение. И мы сегодня посмотрим на ряд героев на страницах Священного Писания, вооружимся этим для себя. Потому что люди, о которых будет идти речь, знали то, о чем сегодня мы говорим с вами. И они научились, я буду возвращаться к этому неоднократно, делать запрос place a demand в духовном мире для того, чтобы их жизнь соответствовала стандартам Божьего Слова. Готовы? Что мы с вами читаем об одном из первых людей, который жил на этой земле? Ной. Что мы знаем о Ной? Мы знаем о Ной следующее. Если уже делать ссылку на 11 главу послания к евреям. Верою Ной построил ковчег. Для кого он строил ковчег? Он строил ковчег для всех. Так уж получилось, что его проповедь была либо неубедительной, либо убедительной только для его семьи. Но в ковчеге, который Ной построил, спасся только его дом. Кстати, чтобы не сильно огорчать вас, Христос говорит, это не мои слова. Христос говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Кстати, ну, статистически говоря, дни Ноя не очень вдохновляют. Потому что из всего множества, которое могло войти в ковчег, приготовленный, законченный, только его семья нашла там спасение. Ну, возвращаемся к нему. Ноя строит ковчег. Продолжительное время строит ковчег. Ноя строит ковчег. Не просто своими усилиями, не просто своим знанием, ноя строит ковчег верою. Верою Ной построил, получил откровение о том, что еще не было видимо, и построил ковчег, в котором нашел укрытие для себя. Но позвольте мне вам предложить сегодня, что прежде чем Ной построил ковчег верою, прежде чем Ной даже получил откровение о том, что еще не было видимо, той же самой верой. Слушайте меня внимательно. написано в вашей Библии, Он нашел благодать в очах Бога. Он приобрел благоволение в очах Господа. Ной был праведным в своем поколении. Ной был праведным в своем роде. Видите, вера, которая выражает себя через праведность. Вера, которая выражает себя через святость. Делает запрос. Я скажу по-другому. Бог не мог не обратить внимания на Ной. Ной отличался от всех остальных. Он смышленым был. Он предусмотрительным был. Он очень искусным в своих руках был. Но не это снискало благоволение в очах Бога. Он снискал благоволение в очах Бога, потому что он был праведным. Он был святым. Он был непорочным в роде своем. И его святая жизнь в очах Бога сделала запрос. Ной не мог остаться незамеченным. Друзья, если мы хотим в этом развращенном мире стоять на голову выше, если мы хотим в этом развращенном мире сиять как светило, мы должны возвратиться к посланию святости и праведности в Господе нашим Иисусе Христе. Святые люди, святая жизнь, праведные люди, праведная перед Богом жизнь, делает запрос на вещи в сфере Духа. Не обратил бы Господь внимания на Ноя, как и на его современников, если бы Ноя что-то не отличало. Что его отличало? Ноя отличала вера, которая выразила себя в святом, смиренном и праведном хождении перед Богом. Пророк говорит, о человек, сказано тебе, что Господь и что требует от тебя Господь, что сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действуй справедливо, люби дела, милосердия и смиренно, мудренно ходи перед Богом своим. Я хочу ободрить каждого из вас и те из вас, которые присоединяются к нам в своих домах. Не с тем, чтобы повториться, если мы хотим на голову стоять выше всех остальных, если мы хотим сиять как светило в этом мире, мы должны возвратиться к евангельскому посланию о святости. Библия провозглашает послание к евреям. Имейте мир с некоторыми. Мэм, вы читаете слово. евреям 12-14 имейте мир не просто с теми, которые нравятся, не просто с теми, которым я симпатизирую, не просто с теми, с которыми можно договориться. Имейте мир со всеми. и святость, без которой никто не увидит Господа. Позвольте мне вам предложить, без святости мы не увидим Господа, и без святости Господь не увидит нас. Бог обратил внимание на Ноя, потому что он отличался от всех остальных. Его отличало святое, богобоязненное, праведное хождение перед Всевышним. Святость это не просто предложение, святость это требование, которое вышло из уст всемогущего Бога. Будьте святы, он сказал, потому что я, он требует святости. И наша святость перед Богом делает запрос в духовном мире на вещи, которые Бог может и хочет совершить. Позвольте мне обратиться к вам. Может быть, есть вещи, может быть, есть границы, которые в последнее время вы переступили. Границы, которые были немыслимы, чтобы переступить еще год, два, три тому назад. может быть, какие-то понятия стали размытыми, может быть, какие-то ценности стали второстепенными, может быть, вещи для кого-то в этом собрании, которые раньше были важными, актуальными, насущными, отошли на второй план. И мы удивляемся, в силу каких-то причин моя духовная жизнь может напоминать пустыню. Без святости мы не увидим его, без святости он не обратит внимания на нас. И на Ноя он презрел, и на Ноя он обратил внимание, потому что Ной был движим верой, которая проявила себя в святом, праведном хождении перед всемогущим Богом. Вы здесь или нет? Кто-нибудь скажите имен. Номер два. Мы делаем запрос в духовный мир. Мы требуем, если хотите, в духовном мире, когда не только мы живем свято, праведно, чисто, богоугодно, но в равном мире, когда в нашей среде прибывает, когда в нашей среде доминирует, когда в нашей среде господствует единство. Не только вера, выразившая себя через святость, но вера в равном мире, выразившая себя через единство. Кстати, для того, чтобы жить в единстве, ходить в единстве, требуется огромнейшая, огромнейшая вера. Хотите библейское основание для того, о чем идет речь? Послушайте очень внимательно. Как хорошо и как приятно жить братьям. Некоторые из вас не только русскую библию можете цитировать, вы еще и английские переводы туда добавляете, потому что в английском написано, как хорошо и как приятно жить братьям в единстве. Кстати, сестры, это вас не дисквалифицирует. Мы уже на первом собрании решили, что вы тоже включены, потому что был приведен стих Священного Писания, когда пять тысяч мужиков посчитали, а остальными как бы пренебрегли, вами никто не пренебрегает, вы включены. В этом собрании, в этой церкви вы включены, вы очень значимы. Поэтому современный перевод будет звучать так, как хорошо и как приятно жить братьям и сестрам. Вместе. Как хорошо и как приятно жить братьям и сестрам в единстве. Это как драгоценный елей, стекающий по бороде на края одежды. Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионской. Слушайте внимательно, потому что там люди, живущие в единстве, люди, демонстрирующие свою веру через единство, делают запрос в духе. И Бог говорит, я не могу остаться безучастным. Там, где люди в единстве, там Господь заповедует благословение и жизнь на месяц. На год. Там, где есть единство, там, где есть хождение в единстве, благословение не имеет срока годности. мэн, классика, записывай, хватай, там, где есть единство, там благословение не ограничено сроком, написано, там Господь заповедует своему благословению пребывать вовеки. это пожалуй все время, которое у нас было в прямом эфире, можете перейти на ютуб канал, спасибо всем за то, что вы были с нами. Вот он. Продолжение следует...